МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему вы так уверенно об этом говорите? Потому что у нас выборы были небольшие. И, соответственно, участковые комиссии сработали очень оперативно. И мы уже к полуночи, наверное, уже владели предварительными результатами. И поэтому до утра успели чуть-чуть поспать. Александр Иванович, давайте расскажем телезрителям, куда и кого мы выбирали. У нас, во-первых, были дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской Республики по Центральному избирательному округу, номер 17. Кроме этого, было 70 компаний различного уровня в 21 муниципальном образовании. Это либо в районное собрание, либо городское, или в собрание депутатов поселенческого уровня. Всего 70 мандатов распределялось. Ну, насколько, мне кажется, вот по той избирательной кампании, которая шла все это время, было достаточно тихо и спокойно? Ну, если стороннему обывателю кажется, что выборы прошли спокойно, значит, избирательные комиссии отработали хорошо. Хотя внутренний нерв у любой избирательной кампании, он, безусловно, есть. И эта кампания не была исключением, особенно в некоторых муниципальных образованиях, в частности, город Новочебоксарск, очень активно проходили выборы. На мой взгляд, даже активнее, в какой-то степени, может быть, даже агрессивнее со стороны некоторых участников, чем основные выборы. Чем обусловлено такое поведение агрессивное, как вы говорите? Ну, я думаю, что это все связано с отработками определенных технологий. Это уже подготовка к будущим избирательным кампаниям. Плюс в Новочебоксарске выборы были еще меньше. Там округ небольшой, всего около 4 тысяч избирателей. Это две участковые комиссии, расположенные в одной школе, в школе номер 8. Соответственно, закрыть этот округ можно небольшим количеством бойцов. И, соответственно, некоторые кандидаты это и попытались сделать. Александр Иванович, расскажите, какие технологии, информационные технологии, какие-то применялись во время этой избирательной кампании? Выборы проходили, в принципе, по тем же самым правилам, что и основные выборы. То есть на муниципальных выборах было досрочное голосование, на выборы в госсовет применялись открепительные удостоверения. Единственное новшество, наверное, которое отличает эту избирательную кампанию от всех остальных, то, что мы впервые в порядке эксперимента применяли на всех, без исключения избирательных участках, технологию ускоренного ввода протоколов участковых комиссий в систему газвыборы. Проще говоря, на каждом протоколе участковой комиссии был специальный квадратный штрих-код, так называемый QR-код. Этот код включает в себя всю цифровую информацию, которая есть в протоколе, и преследует как минимум три цели. Первая цель. Сразу распечатывается на компьютере в помещении участковой комиссии необходимое количество копий с этим кодом. Соответственно, подделать какие-то другие копии найти невозможно. Во-вторых, протокол с этим штрих-кодом по дороге в территориальную комиссию, в райцентр, невозможно переписать. В принципе, невозможно. И в-третьих, почему и называется технология ускоренного ввода, не нужно его вводить вручную. У нас зачастую на выборах были ошибки технического плана, когда либо оператор ошибется, который вводит цифры в газвыборы, либо тот, кто диктует, не ту цифру назовет, не с той строки. А в данной ситуации этот штрих-код просто сканируется, и автоматически вся информация вводится в систему газвыбора. То есть претензии о том, что что-то неправильно посчитали или подделали протоколы, могут быть необоснованы? Претензии бывают разные. В этом плане как раз уже участники избирательного процесса, они уже понимают, что возможность как-то повлиять на результаты выборов через изменение протоколов участковой комиссии, она в данном случае минимальна. Александр Иванович, а нарушения какие-то были зафиксированы в течение дня? В течение дня у нас по городу Чебоксары и в целом по республике жалоб было практически минимальное количество, их, можно сказать, не было. В Новочебоксарске жалоб было гораздо больше, но мы считаем, что в большинстве с вами эти жалобы были надуманные, необоснованные. Безусловно, мы с ними со всеми будем разбираться, на каждую жалобу дадим ответ. Но, тем не менее, вот такой вот контроль со стороны общественности, со стороны кандидатов, со стороны правоохранительных органов, которые очень четко, на мой взгляд, отработали на этих выборах, он привел к тому, что в Новочебоксарске выборы были просто прозрачными, кристально прозрачными. И, соответственно, все друг за другом смотрели, все друг друга контролировали, все, при малейшей же ошибке, тут же ошибка высвечивалась, выставлялась на всеобщее обозрение, тут же исправлялась. Соответственно, компания прошла очень объективно, и те результаты, которые получены, они с точностью до единицы соответствуют волеизъявлению избирателей, которые он выразил галочками в избирательном бюллетене. — Лидеры оппозиционных партий вчера высказывались о том, что люди должны идти на участки, люди должны идти голосовать, иначе минимальная явка скажется против оппозиционных кандидатов. Какая явка была в Чувашской республике? Сколько человек пришли процентно? Хорошо ли это плохо? — У нас активность была очень разная. Конечно, то, что выборы дополнительные, то, что информационный фон не такой насыщенный, как на основных выборах, это, безусловно, сказалось. Поэтому в целом, особенно в городах, явка была ниже, чем год назад, чем два года назад. Но в сельской местности, в сельских поселениях где-то явка была даже выше, чем раньше, потому что там округа небольшие, люди все на виду, и, соответственно, проще дойти до каждого и пригласить на выборы. В городах это сложнее. Но если в цифрах, то город Чебоксары явка порядка 20%, город Новочебоксарск явка под 40%, 37%. Вот это еще раз подчеркивает, что в Новочебоксарске выборы проходили интересно. Потому что обычно именно Новочебоксарск у нас отмечается самой низкой явкой. — Кто у нас победил на главных выборах в депутаты Государственного совета? — Депутаты Государственного совета у нас уже официально подведены итоги на этих выборах. Сегодня состоялось заседание Центра избиркома Чувашии. Мы признали выборы состоявшимися, действительными, и утвердили протокол окружной комиссии, в соответствии с которым депутатом стал кандидат выдвинутой партии «Единая Россия» Мурыгин Алексей Валентинович. — Я так понимаю, что с сегодняшнего дня вы начинаете готовиться к мартовским выборам президента страны? — К мартовским выборам мы готовимся... — Всегда. — Всегда. Мы начали готовиться к ним давно. Это все-таки главная система, образующая выборы. И, в принципе, мы постоянно находимся в режиме готовности к проведению той или иной избирательной кампании. И прошедшие выборы 10 сентября, они тоже, на мой взгляд, показали, что в нашей республике создана такая ситуация, когда избирательные комиссии, как счетная машина, как калькулятор, считают те голоса, которые оставили свои избиратели, подали свои избиратели. То есть, теоретически, на выборах может победить любой кандидат, особенно на местных выборах. На местных выборах, на муниципальных, там партийная составляющая, она минимизирована. И побеждает тот кандидат, которого лучше знают люди, которые пользуются авторитетом. И даже вчерашние выборы, они показали, что не всегда побеждает кандидат, представляющий партию власти. У нас, допустим, в Цивильском районе победил самовыдвиженец, в Ядерском районе, в Ядерское городское собрание депутатов победила женщина-кандидата «Справедливая Россия». В Чебоксарском районе очень тесное было соперничество по одному из округов. Там победитель обошел кандидата, занявшего второе место, на один голос всего лишь. Ну, это говорит о том, что выборы конкурентные, и теоретически победить мог любой. Спасибо большое, Александр Иванович, что пришли сразу после выборов к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня о прошедших 10 сентября выборах депутатов различных уровней в муниципалитетах Чувашии мы говорили с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Александром Цветковым. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»